Хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого! Приготовьте мне картошку фри! Запросто! Будет сделано! Как раз хотел научиться готовить! Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло! Его, кстати, много не бывает! Ну что, масло почти закипело! А это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри! Нет! Стоять! Ой! Оно брызгается! Горячо! Помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло! Масло нужно лить со всей осторожностью! Тогда картошечка поджарится равномерно! Ничего трудного! Окей! Картошка фри готова! Осталось только немного добавить соуса! Фри! По-моему, это обычная жареная картошка! Вот я приготовила настоящую картошку фри! И это еще не все! Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес! Мне понадобится бекон, соус... И, конечно же, душистый розмарин! Какой аромат! Да точно! У меня еще не все потеряно! Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее! Окей! Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине! Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Каман! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши! Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши — это скучно! Другое дело — суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп! Интересно придумал! У меня тоже совсем скоро будут готовы суси! Главное — аккуратно повторять за шеф-поваром! Но пока ничего сложного! Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся! Соус добавлять и я умею! На это вообще особого ума не надо! Как это называется? Авокадо? Самое главное — все скрутить ровно! У вас, бабуля, уж точно не получится! Ну вот, идеальные суши готовы! Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые! Самое время обернуть суши в лосось! Главное — не пожалеть рыбы! Нарезать ее толстенькими кусочками! И нельзя забывать про соевый соус! Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано! Готово! Надеюсь, получится вкусно! Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно! Но я придумала оригинальный выход из ситуации! Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно! Оу-у-у-у! Верско! Это еще почему! Огурец — идеальная заготовка для суши! В него нужно только побольше риса затолкнуть! Совсем неаппетитно! Погоди, это еще не все! Ну вот, смотрите, какая красота! Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду! А вот сладкие суши я попробую с удовольствием! Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно! Остался последний кандидат! Вот они, настоящие суши! И на вид, и на вкус! Госпожа-повар, вы победили! Спасибо, но это было очевидно! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас! Я слышал, что начинать нужно с теста! Думаю, с ним у меня проблем не будет! Добавим сахарку для сладости! Немножко перемешаем! Класс! А теперь добавим муку! Ой-ой, кажется, что-то в нос попало! Вот тебе и вафля! Ничего страшного, продолжаем! Ого! Я высыпал целую пачку! Ну, наверное, так и надо! Осталось только хорошенько размешать! Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки! О да! Тесто получилось вкусным! А главное, без яичной скорлупы! Надеюсь, из него получится достойная вафелька! Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден! Так что вместо него я добавлю кабачок! Даже не так! Я сделаю вафлю из кабачка! Мне понадобится натереть его на мелкой терке! Готово! А теперь добавляем яйца! И, конечно же, муку! Хорошенько все перемешиваем! И добавляем зелени для вкуса! Звучит противно! Зато такое тесто гораздо полезнее вашего! Вот теперь его можно и в вафельницу залить! И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела! Да, время засечь – это правильная мысль! Ой! А я-то время не засек, и моя вафля сгорела! Горячо-то как! Ну ничего! Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа! Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом! Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним! Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами! Привет! Не терпится попробовать! Начну вот с этой! Ой! Эта вафля какая-то пережаренная! Такое я есть не буду! А это что? Ух! Эти вафли со вкусом травы и кабачка! Ненавижу! А вот это явно что-то вкусное! О да! Именно то, чего я и хотела! Бабушка, ты побеждаешь! Ура! Не зря я так старалась! Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе! Окей! Будет сделано! Расплюнуть! Мне в голову пришла просто гениальная идея! Горячий кофе – это скучно! Сегодня в моде холодный кофе, то есть фрапучино! Нужно закинуть побольше льда в большую кружку, а потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа! И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе! Он у меня, между прочим, из Старбакса! А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним! Его я немного взобью и использую вместо молочка! А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе – растворимый! Я знаю, что моя внучка такой любит! Ну вот, думаю, достаточно! Добавляем взбитый коктейль, а сверху украшаем взбитыми сливками! Остались последние штрихи! Печеньки Оруа и палочка Твикс! Ну и, конечно же, трубочка! Ох, дилетанты! Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе! С помощью весов я отмерю нужное количество зерен! То, что нужно! Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции! Смотрите и учитесь! И вот только теперь я залью кофе кипятком! Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно! Теперь я налью кофе в чашку! А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную! Про правила подачи тоже не нужно забывать! Смотрите, какая красота! Начну с кофе посередине! Бабушка, я этот кофе всегда узнаю! И пора признаться, что он мне совсем не нравится! Окей! Вот этот кофе выглядит приятно! Вкусно, но немножко горьковато! Остался последний кандидат на победу! О, вот это реально круто! Братик, в этом раунде побеждаешь ты! Да, наконец-то! Впереди второй раунд! Что же предстоит приготовить нашим участникам? Ничего себе! Это же сэндвич! Интересно, у кого больше шансов победить на этот раз? Шеф? Бабушка? А может... Джон, ты что делаешь? Задание приготовить сэндвич, а не съесть все продукты для него! Кажется, Джон решил приготовить сладкий сэндвич! Интересно, какие ингредиенты будут помимо нутеллы? Маршмеллоу, плитка шоколада, а еще целых три разных сиропа и шипучка! Да, сэндвич Джона – это настоящая сладкая бомба! Интересно, чем ответит бабушка? Кажется, она собралась готовить сэндвич с ветчиной! Какая вкуснятина! Кладем хлеб на сковороду, а сверху много сыра, ветчины и бекона! Вот это аромат! Можно только представить, как это вкусно! Но шеф явно не в восторге от сэндвичей конкурентов! Посмотрим, что придумает он! Начинаем с поджаривания хлеба! Далее берем свежие листья салата и помидоры! Аккуратно выкладываем это все на хлеб! Ничего себе! Это же улитки! Зря бабушка воротит нос! Между прочим, это деликатес, который подают в самых дорогих ресторанах мира! Изысканная еда для настоящих гурманов! Поджариваем их на сковороде и аккуратно выкладываем на сэндвич! Но на этом шеф останавливаться не собирается! Это осьминоги! Бабушка, вам лучше на это не смотреть! Обжариваем осьминогов и добавляем к нашему изысканному сэндвичу! Но и это еще не все! Сыр! И не просто сыр, а сыр с плесенью! Да-да, у него действительно весьма необычный аромат! Держите бабушку! Тем временем шеф натирает сыр на терке и кажется, сэндвич почти готов! Надеюсь, Эмма оценит этот шедевр высокой кухни по достоинству! Не зря же шеф так старался! Пока шеф и бабушка готовили свои блюда, кое-кто успел проголодаться! Хорошо, что под рукой всегда есть шоколадка! Кажется, она немного растаяла! Но это наталкивает Джона на какую-то идею! Посмотрим, что он придумал! Бросаем в посуду кубики льда и заливаем их водой! А, кажется, я начинаю понимать, что он задумал! Заливаем растаявший шоколад в посуду и... Та-дам! Красивое и вкусное украшение готово! Ну что, Эмма, пора пробовать! Начнем с сэндвича шефа! Только настоящий гурман способен оценить всю изысканность этого блюда! И кажется, это совсем не Эмма! Осьминог, улитки и заплесневелый сыр! Ужас какой! Может быть, сэндвич брата придется ей по душе? Уверена, такое блюдо понравится любому сладкоежке! Сколько же там маршмеллоу, шоколада и сиропа! Да, Эмма оценила! На очереди остался только сэндвич бабушки! Что может быть лучше сочетание сыра, бекона и ветчины? Ну, конечно же, это наш победитель! Уж простите, ребята, но ничто не способно затмить сэндвичи от бабушки! Итак, следующий раунд! И в этот раз Эмма заказала яичницу! Такое простое блюдо, но как же по-разному его можно приготовить! Бабушка добавила масло на сковороду! О, можно мне тоже немного масла? Конечно, держи! Упс, кажется, кто-то не умеет пользоваться бутылкой для масла! Нет, Джон, ты сейчас все разольешь! А можно было просто спросить! Пока Джон решает свои проблемы, бабушка начинает жарить яйцо! А Джон решил последовать ее примеру! Ничего сложного, просто... Просто надо было аккуратно разбить яйцо! А бабушка уже накладывает яичницу на тарелку! Тем временем шеф, как всегда, придумывает что-то необычное и крутое! Главное в этот раз не добавлять улиток и осьминогов! Персики? Шеф, вы уверены? Ладно, мы просто доверимся профессионалу! Все будут в восторге от моего фирменного блюда! Этот секретный рецепт хранится в тайне уже тысячу лет! А в моем ресторане его готовят лишь по особым случаям! Белиссимо! Ничего не понятно, но очень интересно! А как там твое блюдо, Джон? Кто-нибудь заказывал фаер-шоу? Выглядит, конечно, совсем неаппетитно, но придется подавать, что есть! Все блюда готовы! Желаем Эмми приятной дегустации! Начнем с яичницы бабушки! Старая добрая классика! Ничего необычного, но и ничего лишнего! А это еще что такое? Серьезно? Мия, отстой! Ну, попытка не пытка, Джон! А как Эмми шедевр от шефа? Это оказалось настолько вкусно, что Эмма моментально выбирает победителя! Браво, шеф! Шеф, может, и победил в двух испытаниях, но впереди еще одно! И это салат! Для шефа и бабушки это задание покажется легкой прогулкой! А что же, Джон? Ох, в нарезке овощей ему явно стоит потренироваться! Неловко вышло! Смотри и учись, Джон, сейчас бабушка покажет мастер-класс! Видишь, как ровно нарезаны эти помидоры? Раскладываем их на листья салата и приступаем к нарезке ароматной и вкусной куриной грудки! Добавляем грудку к салату и наше блюдо готово! Но шефа таким трудно удивить! И вообще удивлять, это его работа, не так ли? Берем немного свежей зелени, масло, добавляем все это в блендер и как следует взбиваем! Как обычно с блюдами шефа, до самого конца нам ничего не понятно! Но ведь в этом и прелесть! Теперь он заливает эту жидкость на сковороду и берет... Шприц? Да откуда у него вообще столько всего? Ого! Вот это красота! Какое изящество! Теперь берем листья салата, рвем их, раскладываем нарезанные помидоры... А это еще что? Какой оригинальный способ нарезки! Кажется, шеф закончил! А что там у остальных? У бабушки, конечно, не такой оригинальный способ нарезки, но салат ее выглядит очень аппетитно! А Джону явно нужно ускоряться! Он до сих пор не нарезал овощи! О, да! Бабушка, вы заказывали маску из огурцов? Показывай, что получилось, Джон! Да, такое и рядом не стояло с блюдом шефа! Но Джона снова посетила какая-то гениальная мысль! Жвачка? Ты же не собираешься делать салат из жвачки? А, нет! Похоже, именно это он и делает! И не только из жвачки! Мармелад и маршмеллоу! Уверена, Эмми это понравится! Впрочем, сейчас мы это узнаем! Начну вот с этой странной штуки! Ой, что за мерзость! На очереди салат бабушки! Выглядит очень и очень аппетитно! Что скажешь, Эмма, неплохо, да? О, похоже, ей приглянулся салат Джона! Неужели это любовь с первого взгляда? Да, и у нас есть победитель! Джон, ты все-таки смог! Поздравляем! Пишите в комментариях название своего любимого блюда! И, может быть, в следующий раз наши герои приготовят именно его! Скоро увидимся на Парара!